Накануне Дня молодежи в физкультурно-оздоровительном комплексе на Воронке состоялся турнир по настольному теннису. Здесь собрались любители этого вида спорта не только из городского округа Щелково, но и из других муниципалитетов. Фрязино, Балашихи, Ивантеевки, Королева. Турнир проходил среди молодежи и среди ветеранов. Стол, две ракетки и мячик. На них и построено спортивное состязание, которое на сегодня является официальной олимпийской дисциплиной. Сперва может показаться, что настольный теннис – довольно легкий вид спорта, однако это далеко не так. В этой игре с простой механикой десятки тактических вариантов. В настольном теннисе, на мой взгляд, это три компонента. Это техника, это владение своими эмоциями и, естественно, физическая подготовка. У столовки пели нешуточные страсти. Эффектные подачи, мощные контратаки, резкие удары. Спустя несколько часов состязания, шесть участников из 24 вышли в финал. Много сильных соперников, группы достаточно сильные, можно с сильными поиграть. Мне важно не чтобы просто поиграться, а нужно приобрести опыт и играть сильными. По итогам соревнований среди мужчин до 65 лет победу одержал Станислав Козлов. Второе место занял Евгений Ордян, а третий – Сергей Селезнев. Среди ветеранов лучшим стал Вячеслав Шабанов, вторым – Константин Шевкун, третьим – Юрий Данилов. Надо заниматься регулярно настольным теннисом, любить настольный теннис, уважать этот вид спорта. Этот вид спорта очень полезный для всех возрастов – и для молодежи, и для ветеранов. В него можно играть всю жизнь, без ущерба для своего здоровья даже, на профессиональном уровне. Все участники – победители, ведь они выбрали здоровый образ жизни – спорт, который воспитывает целеустремленность, выдержку и самообладание.